Добрый вечер! В эфире «Весь Карачаево-Черкесия» от студии Руслан Жукаев. От 305 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей принял сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Также он отметил, что с учетом ежемесячной заработной платы от 210 тысяч рублей в месяц, военнослужащие и контрактники из Карачаево-Черкесии могут получить в год от 4,5 миллионов рублей. Без цемента невозможна никакая стройка. 50 лет исполнилось лидеру по производству этого стройматериала на Северном Кавказе. Предприятию «Кавказ Цемент». Полувековой юбилей отметили на площадке Узжигуты церемонии награждения лучших сотрудников и праздничным концертом. Подробности у Али Баташева. «Кавказ Цемент» был основан на джигутинском месторождении известняков и глины в 1972 году. В 1974-м завод уже выпустил первую продукцию – клинкер и цемент. В качестве топлива используется мазут и природный газ. Сегодня «Кавказ Цемент» – ключевой поставщик цемента в Северокавказском и Южном федеральных округах. И один из самых востребованных в нашей стране. С 2004 года входит в состав крупнейшего холдинга «Цемрос». Сейчас производственная мощность предприятия составляет около 3,5 миллионов тонн цемента в год. Полная автоматизация производства – от карьера до упаковки. Сергей Гребенец работает на цемзаводе 33 года. «Раньше люди носили мешки руками, сейчас погрузчиками носят. А сколько всего, сколько мельниц, сколько оборудования. Безусловно, идем правильно, идем верным путем». Евгений Беспалов пришел на «Кавказ Цемент» в 1981 году. Работал на разных должностях – машинистом тепловоза, начальником цеха. «На данный момент мастер по ремонту железной дороги. То есть это рельсы, шпалы и в таком плане». «Вы испытываете гордость за свою работу? Что-то полезное производите?» «Да, конечно. Если не будет железной дороги, наша продукция с цемзавода, как говорится, не уйдет. А это движущая сила». Главная движущая сила «Кавказ Цемента» – это его работники, отмечали организаторы праздничного мероприятия. Виновников торжества поздравили руководство предприятия и приглашенные высокие гости. «Хочу поздравить коллектив, руководство. Благодаря вашему труду, благодаря династии поколения-поколения, передачи опыта, мы производим самый лучший цемент, самый качественный цемент, который идет во благо развития не только нашей республики, но и всей страны». «Мы по праву абсолютно созидательная профессия. И поэтому мы создаем города, дороги, парки, школы, сады. Ведь именно из нашего продукта все эти объекты воплощаются в жизнь». За многолетний добросовестный труд многих достойных работников «Кавказ Цемента» наградили различными государственными и ведомственными наградами. Праздничный концерт открыл государственный ансамбль танца «Эльбрус». Свои самые известные хиты исполнили группа «Джеги Тэй», Ачар Меремкулов, Марьяна Алботова, Алика Богатырева и другие исполнители и творческие коллективы республики. Порадовали публику и приглашенные гости «Ислам Итляшев», Эльдар Агачев и танцевальный казачий коллектив «Вольная степь» из Ставропольского края. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Жигутинский район. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и мэр Черкеска Алексей Баскаев оценили готовность к началу нового учебного года школы номер 3 республиканской столицы. Как отметил глава региона, 1 сентября тысяча учащихся вернется в свою родную школу. Здесь для них созданы комфортные условия, соответствующие современным стандартам школьного образования. Отремонтированы все кабинеты, два спортивных и актовых зала, помещения для внеклассной деятельности. Все это позволит школьникам всесторонне развиваться. Сейчас в Черкесске ведется капитальный ремонт еще двух образовательных организаций – гимназий 17 и 5. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 28-30 градусов тепла. Продолжаем наш выпуск. Специалисты регионального управления Россельхознадзора продолжают обследование фитосанитарных зон республики на предмет произрастания опасного карантинного сорняка – амброзии полнолистой. Со сбором проб в Абазинском районе наблюдал корреспондент Артур Мхце. Амброзия – это сильный аллерген, амброзия полнолистная. С ним бороться очень тяжело, потому что одно растение может выпустить до 100 тысяч штук семян. И семена могут находиться в ожидании до 40 лет. Представители регионального управления Россельхознадзора ежегодно обследуют все 48 фитосанитарных зон Карачаева-Черкесии общей площадью 230 тысяч гектаров. Их задача – выявить опасный карантинный сорняк до того, как он успеет выпустить семена. Бороться после будет куда сложнее. Очередная выездная проверка специалистов ведомства в Абазинский район. Сразу за псыжом вдоль автодороги от Черкеска до Ставрополя они обнаружили довольно большую территорию произрастания амброзии. Чтобы определить, действительно ли это то самое аллергенное растение, необходимо взять пробу и отправить ее на экспертизу. Должностное лицо выезжает по месту, на участок, проходит, смотрит. Если у него есть предположение, что это амброзия полнолистная, он отбирает пакет, запаковывает в сейф пакет, оформляет и отправляем в лабораторию, в пятигорский филиал, в НИИКРО. После подтверждения, если будет подтверждение, что это амброзия полнолистная, то при получении заключения должностное лицо будет объявлять предостережение человеку, которому принадлежит участок земли. К слову, даже после 40 лет пребывания в земле, семена амброзии затем могут вырасти до размеров опасного карантинного сорняка. Поэтому после выявления растения необходимо обработать гербицидами. Препарат пройдет через листовую пластину и дойдет до корневой системы, после чего амброзия погибнет. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Черкесску провели мероприятие со школьниками Карачаева-Черкесии в День физкультурника. Спортивный праздник состоялся в загородном лагере «Лесной». Серебряный призер всероссийских соревнований по боксу сержант Аслан Байрамов провел с ребятами разминку, различные эстафеты, а также продемонстрировал эффективные приемы самообороны. В завершении встречи вожатые летнего лагеря и дети поблагодарили стражей порядка и пожелали успехов службы. В летние дни укрыться от зноя и почувствовать прохладу можно в Карах. Курорт Домбай прекрасен в любое время года. В летний период привлекают горные массивы, куда поднимается множество туристов из разных уголков России и даже зарубежья. О летнем Домбайе расскажет Алихан Лепшоков. Необузданная красота дикой природы украшает эти удивительные места. Эти живописнейшие склоны манят к себе многих любителей отдыха в горах. Несмотря на то, что в летний период горнолыжный спорт неактуален, на склоне можно полюбоваться красотой горных вершин и подышать свежим воздухом. Домбай, безусловно, является жемчужиной курортов Северного Кавказа, куда едут отдыхать туристы со всей России и даже и зарубежья. Отдых просто шикарен. Много красивых гор, много снега, много ручейков. Прям дыхание завораживает просто. В Крыму есть скалы, которые находятся у моря. Здесь моря нет, но здесь есть большие скалы, и это уже другая атмосфера. Потрясающий воздух, классная энергетика, красивые, добрые люди и очень вкусные хачаны. Невероятные виды, атмосфера. И мы узнали, что здесь видно Эльбрус. Очень красивые горы, и самое главное, что воздух чистый. Сев на канатку, мы с нашей съемочной группой поднялись на самую высокую точку снежного склона. Пред нашим взором предстает гора Домбай-Юльген, а вдалеке белеет могучий Эльбрус. Глаз радуется, видя эту красоту, и особенно приятно, что нас встречают гостеприимные люди, отмечают отдыхающие. Вообще, конечно, очень красивые места, местный колорит, я не знаю, люди очень приятные. В принципе, впервые в этом районе, поэтому, конечно, вообще, мне кажется, незабываемые останутся впечатления до конца жизни. Вот, фотографии и прочее у себя. Родственники были, бабушки с дедушками еще давно ездили в свою молодость сюда. Поэтому, как бы, было целью, так сказать, вот в этом году воплотили. Я приехал из Лондона, Великобритания. И мне здесь очень нравится, потому что виды, природа. А в Лондоне такого нету, потому что там мегаполис. Вот как ты ощущаешь себя на высоте трех тысяч метров? Ну, нормально, тут воздух очень свежий и хорошо. Дамбай прекрасен не только в зимний период, но и в летний. Мы находимся на высоте более трех тысяч метров. Отсюда открываются живописнейшие пейзажи. Здесь можно подышать свежим воздухом, ну и сфотографироваться на память. Аслан, иди сюда, давай сфотографируемся. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Московский роман». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова